здравствуйте это артефакты программа вещах и идеях я алекс григорьев последние десятилетия в английском языке появилось понятие токеномика образована из двух слов экономика и токен токен или жетон это условно денежная единица средства обмена или обозначение некого товара или услуги имеющих денежное значение это исключительно старое изобретение я дам тебе серединку своего яблока нет лучше не надо тогда я дам тебе все яблоко все что осталось первые научные исследования того что впоследствии получил название токеномики были проведены почти столетия назад мы живем в мире токеномики даже не задумываясь об этом например используем премиальные мили авиакомпании скидочные купоны и жетоны на метро жетоны незаменимы когда стоимость услуги может меняться а изменять способы оплаты не сложно вот например американские жетоны для сетей залов игровых автоматов или жетон для оплаты общественного транспорта фишки для азартной игры в игровые автоматы прозваны однорукими бандитами вот жетоны которые можно было расплатиться в публичном доме ныне проституция легально только в одном штате сша невазе но раньше нравы были проще чтобы жрицы любви не могли обманывать клиентов и работодателя клиенты платили деньги в кассу получали вот такой жетон и расплачивались им с девушкой жетоны выполняли и более сложные функции период великой депрессии крупнейшего экономического кризиса в истории сша многие штаты столкнувшиеся с дефицитом бюджетов впервые в своей истории начали взимать налоги с продаж ставка составляла как правило 35 процентов приобретая в магазине товар на доллар покупатель платил кассу один доллар пять центов пять центов шли местный бюджет проблема возникала в случае если товар стоил копейки ну действительно как вычислить пять процентов от семи центов тогда были придуманы жетоны с помощью которых можно было платить налог с продаж их делали из самых разных видов и самых разных материалов от бумаги и пластика до стали и латуни этот был выпущен штате оклахома впрочем эти жетоны были исключительно неудобны для расчетов и в скорости выведены из оборота этот жетон использовался для расчета в корпоративном магазине в начале 50-х годов в штате западной виржиния с 18 века повело что крупные работодатели открывают лавки для своих работников часть зарплат выдавалась в виде подобных жетонов или талонов чтобы их можно было обменять на товары или продукты в корпоративной лавке защитники прав рабочих осуждали эту практику поскольку подобные лавки часто торговали плохим товаром по людоедским ценам но главная претензия заключалась в том что такие платежные средства больше негде было потратить и было невозможно обменять на деньги экономика действует даже там где не существует нормальной экономики на территории северной кореи много лет хотя и с большими перерывами действует свободная экономическая зона косом где расположены производства южнокорейских компаний в цехах работают северокорейцы которым платит зарплату не капиталисты а режим чучхе эта система оплаты создает проблему для бизнеса поскольку он не в состоянии поощрять хороших работников поэтому передовиков капиталистического труда южнокорейские менеджеры начали угощать шоколадками страшным дефицитом в кндр было замечено что большинство северокорейских рабочих не ели шоколадки а накапливали их и использовали в качестве аналога твердой валюты то есть как токен 21 веке условные расчетные единицы когда-то бедные родственники денег вышли на ван сцены мировой финансовой системы став главными игроками виртуального пространства теперь токены это криптовалюты если вам это сложно понять то вспомните сделку описаны салтыковым щедрином в истории одного города долго он торговался с ними просил за розыск алтын да деньгу головотяпы же давали грош до животы свои в придачу наконец однако кое-как сладились это были артефакты до встречи